Всем привет! Меня зовут Оля Понедельник и сегодня я буду делать тэг не совсем книжный тэг, но все же для меня тема очень болезненная и важная и серьезная и так как меня смотрят очень много девочек, которым от 13 до 17 лет, я думаю им оно будет, это видео, особенно полезно, а я просто поностальгирую, наверное, немножко тэг называется «Уверенность в себе» и у него 7 вопросов начнем уже первый вопрос какой-то был в 15 лет допиши себя в 15 лет хорошо, вы помните, вот школьные дискотеки были и на школьных дискотеках обязательно были девочки, которые стояли в стороне и которых никто не приглашал это была я, это именно я следующий вопрос была ли у тебя неуверенность в себе и чего это касалось ну я думаю, как и у большинства девочек и мальчиков, наверное, тоже этого возраста у меня была неуверенность в себе и касалась, наверное это в первую очередь моей внешности я считала себя совершеннейшим гадким утенком, хотя у меня не было там ни очков, ни брекетов, но именно это меня и смущало, что у тех, у кого есть очки и брекеты они их потом снимут, а я с чем пришла с тем и останусь вроде по отдельности я себе нравилась там, у меня был не кривой нос, не большой там, красивые глаза, красивый рот но вместе это все смотрелось как-то я себе в общем не нравилась третий вопрос, нравилось ли тебе учиться в школе 15 лет был у меня такой возраст, когда нужно было определяться в какой класс я пойду у нас была профильная школа, то есть с определенного возраста нужно было себе выбрать, в какой класс ты идешь там, гуманитарный, экономический и вот у меня стоял вопрос какой же профиль мне пойти мне нравились и точные науки, и гуманитарные науки сначала я пошла в физико-математический класс потом на несколько дней я заглянула в филологический потому что совершенно я не знала мне нравилось абсолютно все вот серьезно, у меня не было прям какой-то ой, я гуманитарий или ой, я технарь хотя сейчас я учусь на технической специальности как видите, все гуманитарное со мной осталось но тем не менее, мне очень нравилось учиться наверное, потому что это занимало большую часть моего времени особенно я любила всякие предметы типа иностранных языков где нужно было вау, какая молния у меня сегодня была паническая атака я вышла на улицу, наверное, час назад и у меня реально была паническая атака потому что я так боюсь молний так вот, учеба если честно, я не находила, что там учиться это как-то трудно просто я, наверное, броной училась часто себя заставляла но тем не менее, мне в большинстве случаев это нравилось и я была из тех детей, которые любили садиться за первую парту но которых друзья все время оттягивали такие, нет, давай, пойдем на последнюю парту и я шла за ними, конечно же но если была возможность и сейчас до сих пор если есть возможность я сажусь поближе к преподавателю следующий вопрос отношения с мальчиками ой, какой сложный вопрос и болезненный нравились ли они тебе? нравилась ли ты им? нет, я не нравилась мальчикам по крайней мере, мне никто об этом не говорил и, соответственно, это было взаимно потому что я большую часть времени либо училась, либо я сидела дома и занималась, писала что-нибудь потому что, наверное, с 15 до 19 лет я все свое свободное время посвящала именно писательству и также я любила там учить иностранные языки то есть я сидела сама с собой лично что-то делала редко я ходила куда-то с друзьями то есть из дома я вообще не любила выходить и, как будет, покажет нам ответ на следующий вопрос и сейчас не очень люблю следующий вопрос что изменилось с того возраста? вот я вот, как уже сказала, наверное, ничего не изменилось я по-прежнему не самая красивая я по-прежнему многое не люблю в себе но, тем не менее, мне кажется у меня изменилось отношение к себе я стала более легко к себе относиться мне всегда мешали общественные стандарты стандарты красоты я все время себя сравнивала с этим и, несмотря на то, что сейчас я похудела относительно того, какой я была в школе если честно, это мне ничего не дало дало результат, только изменя отношение к себе и сейчас я меньше слушаю, смотрю на окружающих, наверное, так то есть, в принципе, я всегда себя нравилась но, опять же, я всегда сравнивала себя с кем-то там, с обложками журналов и так далее сравнивала себя с подругами и я видела, что они как-то по стандартному обществу покрасивше будут следующий вопрос что помогло обрести уверенность в себе? ох, наверное, просто время, если честно потому что в 15 лет я не знаю, что может дать уверенность в себе нужно, наверное, раньше начинать взрослую жизнь я имею в виду, то есть, заниматься чем-то, что тебе очень нравится пораньше определяться с этим вообще, с чем вы хотите связать свою жизнь чему хотите ее посвятить и если у вас найдется вот такое глубокое увлечение которое вы скажете, да, это мое вы сразу же станете уверены в себе мне кажется, это все не уверены в себе те, у кого есть время сомневаться в себе у меня оно было, а сейчас у меня его нет и следующий, последний вопрос что бы я посоветовала себе, 15-летней успокоиться, вдохнуть, выдохнуть не обращать ни на что внимания и просто подождать, что, Оля, когда тебе будет 21 ты будешь не такой страшный, как когда тебе было 15 раньше, если честно, я стеснялась улыбаться я никогда не улыбалась на фотографиях нигде, то есть, максимум я вот так чуть-чуть уголки губ приподнимала только после Ютьюба я поняла когда я увидела себя на камеру что у меня не такая уж страшная улыбка и что я могу улыбаться и что у меня даже есть зубы красивые ну а на сегодня это все, в комментариях обязательно напишите как вы справляетесь с своей неуверенностью к себе и была ли она у вас вообще или есть она у вас вообще потому что многих, не у многих, у некоторых людей счастливцев таких ее никогда не было и они чувствуют себя прекрасно и я считаю, к этому надо стремиться я надеюсь, что еще через 2 года я на себя посмотрю в зеркало и скажу да, я такая классная ну а пока я просто говорю я классная пока